Владислав Мамышев Монро, пожалуй, один из самых скандальных арт-персон нашего времени. Еще в 95-м его проект «Жизнь замечательных Монро» стал настоящей бомбой современного искусства. С одной стороны, эти работы выставлялись в третиковке, а с другой, сам мэр Москвы запрещал публичное представление некоторых из них. Вот так на Монро упала тяжелая ноша гениальности. Об этом я и решил поговорить. Ну, конечно, в каком смысле, мне разбалывали этим. И я, возможно, из-за этого впал в такой длительный запой. Ну, было. Так это вы по поводу гениальности выпивали? Нет, не по поводу, конечно, когда вот эти медные трубы не выдерживаешь. Ну, в принципе, слава богу, что все-таки справился. Ну, да, говорят, все, что я делаю, я очень скромный гений. Я не кичусь этим. Даже когда пытаюсь сделать что-то плохое, все равно получается гениально. Ну, то есть вы признаете, вы гениально. Ну, признание могло, ну да, да. Ну, приходится с этим тяжелейшим грузом жить. Ну, потому что я же все-таки дарю в каком-то смысле радость людям тем... Да не в каком-то, во всех, я бы сказала. Поэтому я совершенно гордый это... Позитивный гений такой. А когда те, то, что вы делаете, называют уже искусством, современным искусством, это же все-таки ответственность, наверное? Ну, конечно, конечно. Ну, когда, знаете, в основном, конечно же, материал. Я не понимаю, почему вот то, что я делаю, стоит таких больших денег. Честно говоря, мне так даже кажется, что вдруг сейчас, знаете, кто-то должен будет прийти, какая-нибудь такая немыслимая, какая-то заоблачная комиссия, и скажет, мама же, почему? Ну, как бы, где деньги? Я всегда дарил работы своей, мне казалось, что людям нравится. Я вообще, конечно, просто такой был воспитан просто в среде, что мама партийная работница, что деньги ничего не значат, привилегии какие-то, которые создают какую-то вот иллюзию такого совершенно идеальной жизни, они вот что-то имеют значение, а деньги нет. Я, конечно, с другой стороны, если бы не эта ситуация, вот не коллекционирование, то возможно, что этот бы вот цветоносный гений бы зачах. Сколько самая дорогая ваша работа? Вы когда услышали, за сколько там кто-то хочет ее купить? Нет, порядок, я не про то. 300 тысяч долларов – это было большими отданниками. Поэтому, когда предложили такую сумму за предработу, я был, конечно, удивлен. А потом, когда узнал, поскольку их уже перекупают… А, между… Да. Уже без вашего участия. А вы не боитесь, что просто прореагируют на ваше присутствие, на присутствие ваших работ? Что это всего лишь как… Ну, вы что, не знаете? Мамышева Монро – это же самый известный трансвестит в стране. Ммм. Ну, как-то, не знаете, я вообще, честно говоря, вот не реагирую ни на какие… У меня, кажется, своя… Есть задача жизненная, я просто не реагирую. Не, ну, вы счастливы, конечно, вы гением родились, что ли. Спасибо вам большое, мне было очень интересно. Спасибо, правда. Все, Паш, мы поклонимся. Нам было хорошо.